Прошедшая неделя была богата на события в Республике Башкортостан. Начнем с основных и самых важных, а именно с подготовки к выборам главы Республики Башкортостан, которые случатся у нас 8 сентября 2019 года. До окончания процесса выдвижения кандидатов на пост главы Республики Башкортостан остается 5 дней. И на прошедшей неделе мы уже получили 5 официально выдвинутых кандидатов. Рассмотрим их по порядку и в порядке значимости, скажем так, для выборного процесса в сентябре. Первым по значимости, естественно, идет господин Хабиров, которого все-таки выдвинула партия «Единая Россия». Он даже конкурировал на праймере со своими сотоварищами. Конкуренцию ему пытались составить госпожа Николаева и господин Байгускаров. Однако это выглядело, конечно, все очень гротескно и смехотворно. Байгускаров, даже усомнившись в достаточности своей лояльности новому временно исполняющему главы Республики Башкортостан, так вот, Байгускаров перед выборами, перед голосованием по кандидатурам в «Единая Россия» попросил голосовать за своего соперника. Ну, более, конечно, постыдные картинки представить себе сложно, но такова вот эта организация, которая именует себя политической партией «Единая Россия». Хабиров официально выдвинут на пост главы Республики Башкортостан. Следующим за ним, по значимости, а не хронологически, конечно же, идет кандидат от КПРФ. И тут, в общем-то, случилось страшное. Несмотря на все увещевания и призывы к здравому смыслу и вообще ко всему хорошему против всего плохого, господин Кутлугужин утвержден кандидатом от КПРФ на эти выборы. Предшествовала этому утверждению, ну, достаточно постыдная возня внутри партии, там, вплоть до рукопашные вызывания полиции и всевозможных, значит, внутрипартийных конфликтов. На конференции альтернативного голосования не было. Была одна кандидатура Кутлугужины, которая была утверждена. Для того, чтобы все-таки продавить эту кандидатуру из Москвы прибыл десант федеральных членов партии и господин Ющенко и еще кое-кто. Они строго следили за тем, чтобы на конференцию не были допущены никакие смутьяны, каковых в КПРФ в Башкирии сейчас предостаточно. В общем, все это носило, конечно, ужасный имитационный характер. Кутлугужин в который раз выступает в роли спойлера очередному главе республики Башкортостан. До этого он те же услуги оказывал господину Хамитову, теперь, значит, он эту же услугу оказывает радио Хабирову. В общем, конечно, история с КПРФ, пожалуй, что ставит точку в политической жизни этой партии в республике. Я думаю, что сейчас рейтинг КПРФ в Башкирии будет стремительно снижаться и устремиться к нулю. Результат господина Кутлугужина будет существенно ниже реального уровня поддержки, который был до этого всего. В общем, конечно, поставлен крест. Но почему так получилось, мы поговорим позже. И, значит, следующим кандидатом от партии идет господин Игнатьев. Не могу сказать, что это существенная величина и вообще справедливая Россия, которая выдвинула господина Игнатьева. Как мы знаем, является карманной партией, как ни странно, единоросса Хабирова. Он много лет подряд поддерживал эту партию в качестве дестабилизирующего фактора в республике Башкортостан. Справедливая Россия была инструментом для Хабирова давления на Хамитова. Господин Шагимуратов, ныне возглавляющий счетную палату, был руководителем отделения справедливой России в Башкирии. Сейчас он осыпан благодарностями за свою верность и отошел от партии. А партию возглавляет в Башкирии тот самый Игнатьев. Никому неизвестный соратник господина Хазигалеева, который, собственно, от другой партии баллотировался на последних выборах. В общем, тут, конечно, такой клубок странностей и непонятностей для обычных избирателей. Ну, собственно, распутывать его особенно и не нужно, потому что справедливая Россия никакой существенной роли на этих выборах не сыграет. И господина Игнатьева выдвинули абсолютно формально. Следующим кандидатом, который уже формально выдвинут на прошедшей неделе, стал господин Кобзев. Мало кому известный в широких кругах деятель в интернете, как бы блогер и так далее. Кобзева выдвинули от какой-то партии пенсионеры за справедливость или за социальную справедливость. Никто толком название этой партии не знает. Вообще, это, конечно, параллельное движение в плане имитации выборов. Я думаю, что это некое технологическое решение Сидякина-Мурзагулова немножко разбавить и повеселить публику. Кроме того, это достаточно неумелая попытка овладеть сегментом, условно говоря, интернет-избирателей. Ну, сама по себе вот эта партия пенсионеров и сам по себе Кобзев, конечно, это хуже не придумаешь комбинация. Ранее судимый, не вполне адекватный товарищ, который будет олицетворять теперь собою вот этот интернет-электорат, вряд ли поможет Сидякину-Мурзагулову в этих всех задумках. Но, тем не менее, вот его одобрили, его продвигают, и я как бы почти уверен, что он действительно будет присутствовать в бюллетне на выборах 8 сентября. Еще одной смехотворной интригой предстоящих выборов является выдвижение Сынии Томасовой от партии «Зеленых». При том, что госпожа Томасова вообще до последнего момента и до недавнего времени была членом партии «Роста», это довольно странно все выглядит, там даже пошли разговоры о том, что она выдвинулась от партии «Зеленых» раньше, чем в нее вступила, ну и так далее, и так далее. Вот эта мадам основной платформой, избирательной платформой является «Собственная грудь». Она, конечно, тоже, видимо, является вот этим элементом шутовства и развлечения населения, с помощью которого господа технологи из Белого дома, видимо, планируют немножко отвлечь население от насущных проблем, и от того, что реально уже успела наделать команда Хабирова перед выборами в Республике Башкортостан. Кроме всего, по поводу выдвижения Сынии Томасовой, буквально вчера прошли заявления заметных членов партии «Зеленых» о том, что они здесь ни при чем, и, дескать, ее спустили откуда-то сверху. Но я вообще не могу себе представить маломальски значимого чиновника, например, Кремля, который спускает госпожу Томасову на выборы в Республику Башкортостан. Если это все не вранье, то, конечно же, речь идет о господине Сидякине и его команде, которая вот таким образом расставляет фигуры на этой шахматной доске. Но тогда это вообще совсем уже какой-то мрак, и можно свет тушить. Как уже обсуждалось на прошедшей неделе, партия «Роста» не выдвинула госпожу Куцуеву на пост кандидата главы Республики Башкортостан. Более того, партия «Роста» вообще никого не выдвинула, а руководство партии «Роста» в Республике Башкортостан заверило Хабирова в своей верности и приверженности его кандидатуре. Это, конечно, вызвало абсолютный гнев и негодование госпожи Куцуевой, многочисленные всевозможные посты в социальных сетях и так далее, и так далее. Но, по сути, на самом деле произошла констатация того, что действительно было, и это четко подтверждает то, чем является партия «Роста» на самом деле. Это не партия, это уже умершая имитация, и рассчитывать на ее действенность, принципиальность и работоспособность со стороны Евгения Анатольевны Куцуевой было бы по меньшей мере наивно. Ну и теперь немножко об интригах, которые возможны еще, или неопределенностях, которые возможны еще перед выдвижением кандидатов на пост главы Республики Башкортостан. Я говорю о том, что ЛДПР пока не заявила о выдвижении своего кандидата, но им вероятнее всего станет Иван Сухарев. Организация «Башкорт» вчера заявила о том, что она выдвигает Фаиля Алчинова на пост кандидата, но мы не понимаем, каким образом это будет сделано технически, потому что Башкорт не является политической партией, а по закону кандидатов могут выдвигать только политические партии. Может быть, Башкорту удастся подобрать какую-нибудь троекратную, семикратную политическую партию из разряда второсортных и от нее выдвинуться, но вероятность набрать муниципальный фильтр, пройти вот эти 454 мандата, конечно, 0,0. Кроме этого, существует еще одна интрига, о которой я намекал на прошедшей неделе. Я говорю о партии Гудкова. Так вот, гражданская инициатива действительно намерена поучаствовать в выборах в Республике Башкортостан, выдвинуть своего кандидата, не скажу пока кого. Это вот на самом деле интрига. Если получится, если это случится, это внесет все-таки некоторое разнообразие в эти абсолютно бутафорские выборы, которые у нас намечаются у Республики Башкортостан. И вообще, многие аналитики уже заговорили о том, что это не выборы в Башкирии, а это некий референдум доверия радио Хабирову. Ну, в общем, конечно, если это случится так, это будет совсем уже фарс. Чтобы немного разбавить вот эту скучную историю с выдвижением кандидатов, поговорим о таком веселом и живеньком. Почти детектив. На прошедшей неделе прошла в интернете информация и тут же была отовсюду удалена о том, что некие злодеи от имени администрации Хабирова вымогают деньги со всевозможных предприятий и организаций. А именно сформулировано было так, как будто бы господином Сидякиным сформулировано, что какие-то злодеи, по его предположению, вообще из-за границы, рассылают на поддельных бланках письма с просьбой оплатить всевозможные материальные ценности различным уважаемым предприятиям, включая, например, ОМПО. Так вот, эти злодеи, видимо, ставят свои задачи дискредитировать светлый образ администрации радио Хабирова в глазах предпринимателей и бизнес-сообщества, вот этим вот, как бы, псевдовымогательством. Вообще, конечно, эта история никакой критики не выдерживает, хотя бы потому, что, ну, ни один злодей, особенно в ЦРУ или где-нибудь там в НАТО, да, не станет рассылать бланки с просьбой оплатить какие-то материальные ценности, потому что потом ведь их придется получать, эти оплаченные материальные ценности. Вот тут-то злодеев и повяжут. Ну, собственно, что-то это мне напоминает из далекого 2012-2013 годов, когда такая же история происходила с администрацией Хамитовой. Вообще, у Хабирова повторов очень много. Кроме всего прочего, когда речь заходит о нелегальном сборе средств для нужд администрации Хабирова, так и хочется воскликнуть, но мы-то знаем. Потому что ни для кого не секрет, что в республике с приходом Хабирова начала действовать некая система сбора средств, добровольного сбора средств с аффилированных и дружественных, либо желающих стать таковыми коммерсантов в пользу всевозможных хозяйственных расходов администрации. Ну, в общем, очень показательно то, что вот эта ситуация была озвучена и тут же была отовсюду удалена. Ну, посмотрим, будет ли это иметь какое-то развитие или вся эта история просто заглохнет. На прошедшей неделе в администрации Хабирова традиционно состоялся инвест-час, и на этом инвест-часе был рассмотрен в частности проект парка искусств Валериана Гагина, многострадальный проект, который много лет уже обсуждается мэрией Уфы и вообще правительством Республики Башкортостан. Напомню, что речь идет о том, что предлагается вырубить 36 гектаров леса, городского леса, который находится на границе между окончанием проспекта Октября и началом Черниковки, вот этот вот лес, который идет вдоль железной дороги, его вырубить, и застроить эту площадку якобы какими-то социально значимыми объектами. На самом деле из всей этой истории отчетливо торчат уши Павла Рюриковича Качкаева, который, в общем-то, и является патроном Валериана Гагина и его старшим партнером. На самом деле, конечно, из этого проекта давным-давно торчат уши застройщиков и желание построить там сначала жилье, а потом вот эти якобы социальные объекты. Скорее всего, конечно, господин Гагин является неким локомотивом вот этого большого девелоперовского проекта, и под прикрытием вот этого благостного образа какого-то парка искусств и всевозможного прочего, значит, нерентабельного мероприятия на этой земле будет построено жилье. Вернее, попытки предпринимаются это сделать. Как ни странно, в этот раз Хабиров не повелся на эту штуку, по крайней мере, с самого начала, и раскритиковал этот проект, сказал, что тут там стекло бетонным в лесу не надо, и так далее, и так далее. Но что меня насторожило, он не просто отказался от этого проекта, он назначил господина Баширова возглавить какую-то рабочую группу, чтобы, дескать, переформатировать этот проект. Тут, конечно, появляется подозрение о том, что новая команда не просто отказалась от этого проекта, а просто берет его под свой контроль и, условно говоря, входит в долю. Это было бы не здорово на самом деле, потому что, как бы ни говорили о том, что город Уфа зеленый город, лесных насаждений становится все меньше. Место вот это между Черниковкой и Уфой на самом деле для парка искусств прямо скажем самое неподходящее, а вот построить там такое высоко рентабельное недорогое жилье было бы даже очень здорово. Я все-таки остаюсь на своей позиции и предполагаю, что за парком искусств стоит обыкновенный такой злостный и злонамеренный захват земель для девелоперского проекта. Есть о чем поговорить на этой неделе и о проблеме долевого строительства. Прошло несколько мероприятий, несмотря на то, что неделя была разорвана выходным у правительственных зданий. Дольщики опять вышли на пикеты, опять требуют решения их проблем. Более того, на этой неделе я имел несколько бесед с дольщиками разных объектов. Они мне сообщили, что в ближайшее время начнутся и голодовки, и прочие протесты по поводу нерешения их проблем. Вот эта вот картинка, она начинает складываться. Понимая, видимо, что все очень плохо и нужно снова заручиться какой-то поддержкой, по крайней мере, продемонстрировать ее руководству своему. Вот это движение «Лишние люди» попыталось созвать на следующей неделе очередной третий или четвертый съезд и так далее, но ничего не получилось ввиду того, что у нас будет проходить федеральное мероприятие. В общем, я абсолютно точно понимаю, что этот съезд нужен этим главарям движения только для того, чтобы очередной раз себя легитимизировать в глазах Хабирова и правительства. Однако, я так понимаю, что дольщики уже пошли, ну, фактически своим путем и во многом уже начинают игнорировать вот эти вот формальные процессы, которые идут там на стройчасах и прочих мероприятиях. Кроме всего прочего, на этой неделе мое внимание привлекла ситуация в городе Октябрьском. Прямо скажем, вот этот вот микрорайон «Весна» не самый центральный в обсуждении проблем обманутых дольщиков, но мне позвонил дольщик оттуда, Тагир, и подробным образом рассказал о том, в каком круге абсурда сейчас находятся вот эти вот дольщики. Я хочу на этой истории остановиться подробнее. Изначально микрорайон «Весна» в городе Октябрьском строил Бадиков, компания «Госстрой». Это был один из его проектов, который находился не в Уфе. Строили, строили, не очень здорово, сроки были уже пропущены. И вот в прошлом году, практически год назад, начало происходить странное. Как нам известно, и по крайней мере, как заявлялось со стороны компании «Госстрой», что Бадиков продал участок земли в Октябрьском, чтобы вырученные деньги направить на спасение объектов в Уфе. Действительно, прошлым летом некая сумма денег появилась и была влита в объекты, в частности, в объекты на улице Комсомольской. Там действительно несколько ускорилось темпы строительства и была сдана первая очередь, а вот буквально на днях будет сдаваться, кстати, и вторая. Но что же стало с этим жилым комплексом «Весна», кому его продали и какова его дальнейшая судьба? Судьба у него оказалась печальная. Дольщики микрорайона «Весна» в Октябрьском рассказывают мне, что сейчас стройка у них не идет, новый собственник некая компания «Роллстрой», а если быть формально точным, то ООО «СУ-4», ООО «Госстрой», которое и было формально застройщиком изначально, и было продано впоследствии вот этому «Роллстрою», работы там не ведут. однако «Госстрой РБ», ведомство, отказывается включать дольщиков микрорайона «Весна» в реестр обманутых дольщиков, вплоть до того, что они уже обратились в прокуратуру, и прокуратура все-таки определила, что они имеют право на это, то есть люди с боем вступают в этот реестр, что само по себе очень странно. «Госстрой», я имею в виду ведомство, отказывается каким-то образом ревизовать этот микрорайон «Весна» и заактировать то, что там не идут никакие работы, формально отписывается, что там две машины щебня завезено, а значит стройка идет. В общем, какой-то замкнутый круг. Кроме всего прочего, совершенно непонятно, каким образом Бадиков смог продать вот этот вот объект другому застройщику. Дело в том, что вот это «СУ-4» ООО «Госстрой», которое формально было застройщиком в начале всего этого процесса, не было владельцем земельного участка, земельный участок был в аренде. У этого ООО уставной капитал 10 тысяч, и за эту же сумму и было выкуплено формально вот это предприятие. Но позвольте, а куда же тогда делись деньги дольщиков? В общем, там такая странная ситуация, я и буду продолжать заниматься. Там очень много таких вот бухгалтерских вопросов. Как деньги были заплачены? Куда они делись? Сколько заплачено? Что теперь будет с этим застройщиком? Кто кого обманул, потому что новый застройщик что-то там ссылается сильно на администрацию, что их там кто-то в чем-то обманул и так далее. Однако ВОЗ там и ныне там. Вот это четкая иллюстрация того, насколько не работает система взаимодействия с обманутыми дольщиками в республике Башкортостан. Никто ничего не знает. Ни на каких стройчасах об этом ничего не говорят. Дорогого Радио Фаритовича стараются не беспокоить по пустякам. А вот по всяким разным там вот этим вот придворным объектам, с которых чего-то можно содрать, там, конечно, стоять виск и писк. В общем, микрорайон Весна, город Октябрьский, надо разбираться. Серебряный ручей. Ну, этот объект всегда был в поле пристального нашего внимания, потому что мы как-то с него начали, им начали заниматься. Через него вошли в эту вообще тематику обманутых дольщиков. И, в общем, конечно, он нам не посторонний этот объект. На прошедшей неделе был странный пикет по поводу 9-10 домов. У меня есть подозрение, что источник этого пикета вовсе не желание получить квартиру, а желание что-то там спровоцировать. Однако, специально в конце недели я позанимался, нашел информацию и вот рассказываю. До 20 июня кредитное соглашение с банками будет заключено. Это точно. Примерно в это же время начнется процесс по переоформлению бизнес-центра Салават Юлаев, значит, на одноименном проспекте и процесс финансирования строительства Серебряного ручья пойдет полным ходом. По поводу банков у меня абсолютно достоверная информация. Я думаю, что еще до 20 числа выйдет пресс-релиз самого банка, который будет кредитором этой стройки, и все успокоятся. Я к чему это говорю? К тому, что иногда подобные движения, ну, не то чтобы во вред, но они преждевременно, либо спровоцированы какими-то там третьими силами. В общем, по Серебряному ручью я констатирую ситуацию, что это случай, когда без всякого участия всех вот этих лишних людей, более того, вопреки попыткам госпожи Гайсиной вклиниться в процесс и начать там банкротство, ситуация на стройке каким-то образом оптимизируется. Будем надеяться, что там и дальше это все продолжится, будем надеяться, что контроль за деньгами будет пристальным, и их не удастся куда-то там налево-направо деть. В общем, по Серебряному ручью ждем 20 числа. То, что касается Миловского парка, то особых, конечно, новостей на этом объекте нет и быть не может. Кроме того, что на прошедшей неделе покинул свой пост директор ФРЖС РБ господин Рассейкин. Как известно, ФРЖС занималась строительством вот этого центра жилищного комплекса «Молодежный», на который часть дольщиков Миловского парка возлагала свои надежды. Но, честно говоря, в этом «Молодежном» все очень плохо. Я не знаю основной причины увольнения господина Рассейкина. То ли это действительно конфликт с Невостроевым, то ли это совершенно кризисная ситуация в организации, которая сложилась и с этим всем строительством. Ну, в общем, ждем нового директора. Как будто бы что-то должно измениться. Ну, в общем, это очередное шило на мыло и опять оттягивание процесса. Традиционно мы не оставляем сюжеты, которые когда-то делали, особенно если они имеют развитие. И вот хотелось бы вернуться к истории Галины Николаевны Тушкановой из города Туймазы. Напомню, пенсионерка, 64 года. Ее пытались выселить из квартиры под предлогом расселения жилья Ветхого. Там не очень спорный дом, на самом деле, нисколько не ветхий. Но вся интрига заключена в том, что деньги, которые были выделены городу Туймазы на расселение Ветхого жилья, я имею в виду сумму на один квадратный метр, и та сумма, которую предлагали госпожи Тушкановой, очень сильно разнились в меньшую сторону. Ну, совершенно закономерно, что Галина Николаевна потребовала либо выплатить ей сумму, исходя из того, что было выделено из бюджета для расселения жилья, либо отказывалась меняться этой квартирой. В итоге случился конфликт. Она объявляла голодовку, потом на нее администрация города подала в суд. Выяснилось, что судья аффилирована с администрацией. У судьи сын работает в администрации как раз по профилю. В общем, ужас-ужас. Что сейчас нового в этой ситуации? В этой ситуации сейчас нового то, что судью, которая была родственницей сотрудника администрации, поменяли. Причем, как комментируют юристы, замена судьи была абсолютно незаконно выполнена. То есть, существует некоторый набор причин, по которым может быть заменена судья. И судья не попадала ни под одну из этих причин. На данный момент судью сменили на другого. И другой судья тоже человек, который не безразличен к интересам администрации. Дело в том, что у судьи, которого назначили на это дело, тоже есть сын, который тоже принимает участие в муниципальных конкурсах и обеспечивает всевозможные эти вещи. В общем, конечно, в тюймазах вокруг Галины Николаевны Тушкановой сложилась совершенно идиотская ситуация, когда ни судью не могут найти, ни правосудие отправить как положено, ни деньги, которые ей положены, выплатить ей не собираются. О новостях культуры На прошедшей неделе отгремел, прогремел и загремел на всю республику фестиваль «Сердце Евразии». Я посетил только первый день этого безумного праздника. Тот день, когда пошел этот дождь, когда было Би-2 и так далее. В общем, конечно, к этому фестивалю вопросов очень много. Ну, понятно, что погоду, наверное, наше правительство все еще не научилось регулировать, а вот движение транспорта, например, уже должно было бы научиться. В первый день, когда гигантское скопление людей было на Конгресс-холле, не догадались дать транспорт людям, и люди под дождем шли по Ленина, до проспекта, ну, кому куда нужно было, шли под проливным дождем, всячески, значит, электорально склоняясь в сторону Ради Хабирова, по всей видимости. Второй-третий день я посещать не стал, почитал только отзывы. Примерно то же самое, транспорта нет. Хронология мероприятий не выдерживается. В общем, конечно, отзывы очень такие негативные на эту тему. Кроме всего прочего, конечно, посмешила вот эта вот гигантомания в оценке посещаемости. Госпожа Шафикова, которой непременно нужен был рекорд, заявила о том, что 45 тысяч человек посетило только первый день мероприятия, хотя, конечно, более 25 тысяч там быть не могло. И вот эта цифра, она, конечно, где-то в районе от 23 до 26 тысяч. Она реально... Ну, зачем уж так прямо врать настолько вдвое, да? И вообще масштаб мероприятия, конечно, получился несоотносимым с теми затратами, которые на него пришлось нести, собственно, бюджету. По моим оценкам, от 70 до 100 миллионов рублей обходится этот замечательный праздник. Ни у кого не вызывает сомнения, что праздник этот, конечно же, элемент предвыборной кампании Радия Хабирова. Вопрос только в том, ну, какой реальный эффект этой кампании принесет этот праздник. Вот это вот вызывает большие сомнения. Кроме всего прочего, на празднике не прозвучала главная песня Радия Хабирова, значит, наш супер-хероумен. А без этой песни какая может быть избирательная кампания? Я вообще не понимаю, почему творчество Мурзагулову не было воспринято, например, группой Би-2 всерьез. Это была огромная тактическая ошибка со стороны Шуры и Левы. Я думаю, что они очень сильно упали в глазах башкирских зрителей. Но это, конечно, шутки шутками, но вот если честно, оценивать подобные мероприятия с точки зрения целесообразности и, ну, как бы, скажем, разумности в плане вот этой избирательной кампании довольно сложно, однако я все-таки склонен считать, что требуемого эффекта это мероприятие не принесло. И вообще компетенции господина Сидякина, честно говоря, ну, как организатора выборов Хабирова, все больше и больше вызывают вопросов. Вообще он так вот числился таким мифологическим гением по поводу выборов, а на поверку оказался таким нелепым неумехой. Сегодня 15 июня. Если кто-то забыл, то это очень значимый день в современной истории Башкортостана. 15 июня – это день, когда на дорогах Башкирии, во дворах домов в Башкортостане не должно не остаться ни одной ямы. По рапортам нашего правительства, именно 15 июня, именно сегодня заканчивается ямочный ремонт на дорогах Республики Башкортостан и в дворовых подъездах тоже. Я обращаюсь к своим подписчикам и ко всем, кто смотрит наш канал вне подписки, а таких очень много. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к ямочному ремонту, к дорожному покрытию, к состоянию дорог в ваших дворах, пришлите нам на почту фотографии. Это очень несложно. Возьмите смартфон, сфотографируйте. В комментариях к фотографии просто укажите, где и когда была сделана эта фотография. На следующей неделе мы проедем по дорогам Башкирии и Уфы, посмотрим, насколько успешно закончился ямочный ремонт. И мы хотим, чтобы наше мнение не было одиночным или одиноким, и хотим добавить к этому как можно большее количество иллюстраций, которые вы нам пришлете. Очень бы хотелось, чтобы это были иллюстрации не только из Уфы, но и из других городов Республики Башкортостан. Присылайте имен и фамилии. Мы публиковать не будем. Мы будем публиковать только фотографию и ее привязку. Где это сфотографировано и когда. Очень надеемся на вашу поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!